Всем привет, меня зовут Денис и я переборел короной в Турции. Друзья, всем привет. Так, прием, хорошо слышно? Хорошо. В общем, я долго думал, снимать это видео или не снимать. Вы, наверное, заметили, кто следит за нами, что мы давно не снимаем видео, не снимали, уже, наверное, недели-полторы не выкладывали. Этому есть несколько причин. Ну, во-первых, мы, конечно, работаем. Сейчас начался сезон, у меня стало больше тренировок, пять дней в неделю я работаю, на тренировки езжу в разные районы, регионы Махмутлар, Кестель, Афталар. Вот. А Аня вышла на работу и ведет экскурсии. Вот. Ну, поговорить я хотел немножко о другом. О том, как я переболел коронавирусом. Собственно, это вторая причина, почему мы не снимали видео. Вот какая стройка. В Турции приятно смотреть, как строят дома, потому что их строят очень быстро. Итак, сначала расскажу, как у меня все началось. Какие первые признаки были, а потом расскажу, чем лечился и вообще, что делал. Первые признаки. Какой-то четверг, в начале июня, вечером я почувствовал легкое какое-то недомогание. Такое, ну, просто сил нет. Но я подумал, что я просто встал на тренировках. Вот. Мы еще раз с соседями, с Арфаэлем, с Ахматом, с друзьями сидели там, колен курили вечером. Все было нормально, но мне уже сил не хватало. И я пораньше пошел спать, лечь. Вот. На утро вроде бы стало чуть полегче. Я еще поехал. У меня еще кашель остался немножко. Прошло полторы недели. Я поехал в пятницу на тренировки. Несколько штук отвел. Вот. Вроде бы, ну, сил было уже мало, но к концу дня. Но вроде бы более-менее нормально отвел. Но весь день какое-то было недомогание. Только утром я после сна почувствовал себя нормально. А так весь день уже был слабый. Итак, в пятницу я уже почувствовал, что что-то не то. Как бы какая-то слабость есть. И в субботу, то есть на третий день, началась сильнейшая боль в горле сначала. Так, сейчас я перейду дорогу и на лавочку сяду где-нибудь на набережной, на пляже. И вам расскажу дальше. Итак, в субботу начала сильная боль в горле. И я перестал чувствовать запах. Именно в этот день прям совсем. Хотя вкус чувствовал, хотя не четко. Запах вообще напрочь отбило. И была сильная слабость. Ну, как в принципе все описывают. Так вот, лавочка отличная. Как все описывают, была сильная слабость. И, в общем-то, кроме как вставать с кровати, пройти в туалет или на кухню. Ну, на студии, поэтому у нас все близко. Вот, сил ни на что больше не оставалось. Но именно в субботу мы пошли с Аней искать работу. Пошли в порт пешком. Это 2 километра, около 2 километров в один конец. В порт Валаньи. То есть мы подходили к различным кораблям. Там вот эти парусные, типа черные шемчужины. Вот. И спрашивали, есть ли у них работа, там экскурсии. Ну, вообще работа есть. Но он платит, конечно, копейки. И там разные условия. Ну, у кого вообще нет работы, это может быть подойдет. Вот. Ну, надо смотреть. Но речь не об этом. То есть мы прошли 2 километра туда. 2 километра обратно домой. У меня уже прям вообще не было сил. Я падал просто. И все. Где-то в субботу также мы купили лекарства. Первое, самое основное, это был, по-моему, Тилол Ход называется. Местный порошочек такой упаковки, типа нашего трофлю, что-то такое. И купили мы... А, нет. Еще у нас был в аптечке из России привезенный ибупрофен. И я его стал пить по одной таблетке в день. В общем-то, в воскресенье весь день я пролежал дома. Состояние... А, к больному горлу еще прибавилось. Прибавился сильнейший на отморке просто из носа на тело. Так течь. Кашля не было. Кашель. Кашель у меня появился после того, как я уже вылечился. А, еще при чем? Большой температуры у меня не было. У меня, наоборот, была пониженная. Где-то 35,2-35,5. Температура такая была примерно дня 4. И потом уже немножко лучше стало. То есть, грубо говоря, я переболел легкой формой. К врачам не обращался, хотя все говорили, иди, сделай тест. А я думаю, а что они сделают? Как бы положат, не положат. Может, лекарства пропишут. Ну да, но я, короче, не пошел. И... Ну и правильно сделал. В общем-то... В понедельник тоже провалялся. То есть, в воскресенье, понедельник, это все прям мертвые дни были. Во вторник лучше особо не становилось. Вот поэтому Аня купила еще некоторые лекарства. Я их покажу сейчас все дальше. И где-то только, наверное, в четверг, в пятницу потихоньку мне становилось лучше. Насморк уже прошел. И, собственно, мы купили еще некоторые лекарства, там, местного уже производства. Но, если честно, капли в нос, там, я брызгал, начал брызгать. Но, если честно, они уже не помогали. То есть, это... От Телолхота и Ибупрофена уже намного лучше эффект был. Давайте покажу, чем я лечился. Во-первых, в первый день, в субботу, да, когда мне прям плохо было, мы купили вот брызгать в горло хлоробен. Ну, он так просто обеззараживает, да. Но, кстати, хлоробен мне помогает лечить кашель, который еще остался. Я его брызгаю каждые полтора-два часа и намного меньше кашлю. Дальше. Вот это вот турецкие лекарства, которые мы взяли уже где-то на пятый день болезни. Но я не думаю, что они мне помогли. Хотя, говорят, они сильные. Ну, не знаю, я не почувствовал какого-то эффекта. Это капли в нос. Вот такие. И тоже у меня уже насморк проходил, но мы все равно их взяли так долечиться. Так что я не могу сказать, что они мне прям сильно помогли. Но, может, помогли немножко долечиться. С носом проблем никаких нет. Где-то на четвертый-пятый день болезни у меня запахи уже начали ощущаться. Вот. Такие капли. Потом сразу я начал пить мультивитамины спортивные. Не смотрите на то, что здесь написано в нокте вомен, то есть женские. Это разделение витаминов на женские и мужские. Это маркетинг. Поэтому пил я вот такие женские витамины. Мы их из России привезли. Анины. Вот это такие тут серьезные дозировки. Вот. То есть витамин С, витамин Д очень много. Это в двух капсулах вот такая вот дозировка. Две капсулы в день я пил. Пять дней подряд. А так я пью обычно одну штуку в день. Так. И вот такой сироп от кашля. То есть мы уже взяли его, когда у меня кашель начался. Но он мне абсолютно не помог. Вот. Абсолютно. И плюс я пил очень много воды. Я, наверное, выпивал в день литра четыре воды. Может даже пять или около того. Вот такие дела. Кто-то может сказать, что это была не корона. Но такой простуды, если это простуда, я никогда не переживал. Было очень тяжело на самом деле. Вот физически прям сил вообще нет. Руки, ноги не поднимаются. Вот такая штука. Какие последствия у меня остались? Вот. То есть прошел полторы недели. И сейчас у меня еще остался кашель. Так как я работаю, я говорю. И часто говорю на повышенных тонах. То есть иногда кричу, чтобы меня услышали. И поэтому в горле вот здесь напряжение скапливается. Приходится часто пить. И возникает кашель. И пока от кашля я до конца не избавился. Но уже вот хлоробанк брызгаю, пью много воды. И становится получше. Вот. Ну, у меня такое свойство. У меня тонзилит еще хронический. И мне трудно всегда от кашля избавиться. Если я его подцепил, то все. Больше никаких последствий нет. Чувствую себя нормально. Начал тренироваться. Ну, пока раз в три дня тренируюсь. В общем-то, все хорошо. Сейчас в Алании жара. Поэтому мы все чувствуем себя такими немного вялыми. Но, опять же, я думаю, это последствия жары, а не болезни перенесенные. Тест я так и не сдал. И не собираюсь сдавать. Но потому что не вижу в этом смысла. Живое-живое все нормально вроде бы. Хотя, когда начался кашель, я испугался. Думал, мало ли там что-то в легкие. Вот. Спустится. Ну, вроде бы нормально перенес. И давайте теперь расскажу вам, какие видео мы планируем делать в ближайшем будущем. И вообще последние новости. Во-первых, так как Аня сейчас работает на экскурсиях, ведет несколько экскурсий разных. Скоро появится видео обзорная экскурсия по Алании. Покажем подробнее еще город Сиде. Я также планирую снять видео. Так как я работаю в разных жилых комплексах. Элитных комплексах. Где есть классные бассейны, тренажерные залы, хамамы. Все есть. Очень красивые дворики. То я хочу сделать такое видео. Папури. Мой обычный рабочий день. В разных комплексах я поснимаю. Поснимаю бассейны. Внутри, как там все устроено. В общем, я думаю, это будет вам интересно. И, конечно, мы будем снимать, стараться снимать видео как минимум раз в неделю. Но, может, и чаще. Также я планирую снять в ближайшее время видео, где буду сравнивать цены на тур в Турцию. Турция у нас открылась 22 июня. Как все знают уже. Сравнивать цены на тур в Турцию и цены на тур, например, в Сочи. Также, так как Турция теперь открыта, мы ждем вас в гости. И не забывайте, что у нас есть свое турагентство. Мы вас можем забронировать онлайн, подобрать вам отели. И будем рады видеть вас здесь у нас в Аланье. У нас здесь жара. Море 26-27 градусов. Просто все великолепно. Кафе, рестораны все открыто. Если мы с вами встретимся, мы можем провести вас по интересным, не туристическим местам в Аланье. Пишите обязательно комментарии, подписывайтесь, лайки и прочая бурда. До скорых встреч. Ну и в завершение давайте я вам покажу наш пляж Клеопатры. Это ближайшая точка от нашего дома. Идти 3 минуты. Вот такая у нас сейчас погода. Я снимаю 24 июня. Так, черный кот, где у нас тут? Вот кто-то отдыхает. Все как на родине. Вот кафешки на пляже. Такие цены. Цены, кстати, довольно приемлемые. Учитывая, что курс лиры 8,38 рублей за лиру. Вот такая кафе на пляже. Хорошие цены. Немного ветрено. Ну, здесь вообще часто бывает ветрено. То, что не нравится, здесь заставили шезлонками. Все, места, где можно полежать на своей тряпочке, практически нет. Вот черная жемчужина. Кафе на пляже.